Для того, чтобы придать брюкскому кружеву разнообразную форму, в соединениях можно использовать столбики разной высоты. И сейчас на примере я покажу, как это делается. Провязываем две воздушные петли, там где у нас будет соединение, затем делаем накид на крючок и будем соединяться вот с этой воздушной цепочкой с помощью столбика с одним накидом. И далее продолжаем вязание воздушной цепочки. Провязываем две воздушные петли, переворачиваем работу и вяжем дальше тесьмом. Провязываем три столбика с одним накидом поочередно в каждую петлю основания. Затем с внешней стороны провязываем пять воздушных петель. Переворачиваем работу и вяжем дальше тесьмом. Провязываем три столбика с одним накидом в петли основания. Один, второй и третий. Далее снова будем вязать соединение уже со следующей воздушной цепочкой. Провязываем две воздушные петли, делаем три накида на крючок, крючок вдеваем внутрь воздушной цепочки и провязываем столбик с тремя накидами. Таким образом соединение получается уже более длинным. Затем вяжем две воздушные петли, поворачиваем тесьму на другую сторону. И далее вяжем три столбика с одним накидом в петли основания нашей тесьмы. Таким образом у нас получилось более длинное соединение под другим углом и можно делать уже другие орнаменты. В этом примере я использовала для соединения столбик с одним накидом, затем с двумя и затем с тремя накидами. И получилась вот такая более растянутая змейка. И кружево приобрело уже другую форму. С вами была Ирина. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал YouTube или на Ямалу рассылку на сайте knittingforbeginners.ru До новых встреч!